Доброе утро! Доброе утро! Сергей Павлович, мы знаем, что на вашем стенде можно увидеть очень много всего интересного. В рамках Иннопрома у вас будет презентован международный проект, который называется «Творческие мастерские и инновационные проекты для современных технологий деревообработки». Вот так, непросто. Расскажите, кто принимал участие в создании этой выставки? Справедливости ради надо сказать, что инициатором данного проекта выступила Уральская государственная лестническая академия. Сегодня это университет. Мы с удовольствием поддержали этот проект, поскольку он нам интересен и как раз отвечает профилю нашего архитектурного художественного вуза. К нам присоединился экономический университет. И вот в таком составе мы приступили к реализации этого проекта. Причем студенты с большим интересом его поддержали. Важно еще и то, что поддержало Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Почему? Потому что в отличие от многих других конкурсов, этот проект направлен на реализацию. То есть лучший проект будет воплощен в одном из пространств нашего города. То есть речь идет об арт-объектах, об организации каких-то площадок для отдыха горожан и гостей. Это на самом деле очень здорово и интересно. Всего было 9 проектов. На Иннопроме в качестве претендентов на первое место мы отобрали 5 лучших. И сегодня они демонстрируются в выставочном зале номер 3. Ну а вот кто будет все-таки выбирать лучший проект? То есть гости Иннопрома могут участвовать в выборе, так сказать? Ну там будет два приза. И это, я считаю, объективно и правильно. Первый приз определяет профессиональное жюри. И второй приз – это приз зрительских симпатий. Вот я вчера там был, очень много посетителей, зрителей с интересом знакомятся, голосуют. И причем нет какого-то единодушия. Вот все проекты интересные, голосуют за все. По-разному. А конкурсная работа, которая займет первое место, она будет реализована? Да, совершенно верно. Вот я еще раз подчеркну, что в этом и ценность данного проекта. Потому что для студентов, для молодежи, вот работа в корзину – это одно. Ну, красиво, хорошо, но осталось незамеченным, прошло мимо жизни. А здесь будет реализовано на практике. И потом можно будет показывать своим коллегам, друзьям, а потом, может, детям и внукам, что вот это мы сделали в молодости. Ну вот так же, в четвертый раз на площадке этого форума пройдет финал Всероссийского студенческого конкурса по промышленному дизайну «Форма», он называется. Что будут представлять студенты на этом конкурсе? Вот действительно, этот конкурс стал уже традиционным и всегда проходит успешно и пользуется популярностью. 80 работ из разных городов, это десятки вузов профильных, не только наша Уральская государственная архитектурно-художественная академия. И работы разные, это и транспорт будущего, это и инвентарь для самых разных целей, для садов, огородов, это и бижутерия, это и промышленная какая-то продукция. То есть приходите, будет интересно посмотреть, и тоже будет оценивать профессиональные жюри, и лучший проект получит гран-при. Спасибо вам большое, спасибо огромное, мы говорим нашему гостю Сергею Павловичу Постникову, ректору Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Ну а мы напоминаем, что увидеть работы уральских студентов можно до 11 июля на международной промышленной выставке «Инопром-2015». Уральской государственной архитектурно-художественной выставке «Инопром-2015».